Сфера образования нашей республики находится в непрерывном движении в результате колоссального потока инвестиций. Благодаря национальным проектам строятся школы и детские сады, обновляется материально-техническая база, открываются инновационные центры. Каждый Новый год не становится похожим на предыдущий. Какие пути уже проделаны, а что еще предстоит пройти, узнавала Альбина Ломкова. 2023 год в России объявлен годом педагога и наставника. Задачи в сфере образования стоят амбициозные. Их необходимо воплотить в жизнь. Многое уже сделано в предыдущие годы. Так, в 26 образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 1 сентября открыты центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Построенная введена в эксплуатацию школа на 165 ученических мест в ауле Гюрильдиука. Открыт еще один кванториум 18-й гимназии. Также отдельно хочу сказать, что в четырех школах были отремонтированы спортивные залы. В четырех школах были организованы площадки с плоскостным сооружением. То есть всего восемь школ попали в рамках проекта современной школы, национального проекта образования. Была продолжена работа по программе «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Работа в нем реализуется по трем направлениям – наука, спорт и искусство. Хочу отдельно остановиться на этом проекте, поскольку он был самым, я считаю, достижимым, массовым, глобальным в этом году. Благодаря поддержке главы нашей республики Рашида Борисбевича Тимрезова нам удалось создать в 2022 году и открыть новый центр по выявлению, поддержке и сопровождению талантливых и одаренных детей. И сегодня хочу отметить это излюбленное место. В минувшем году было открыто новое дошкольное образовательное учреждение в Усть-Жгуте, мощностью 80 дошкольных мест. А в рамках проведения мероприятий года людей с ограниченными возможностями здоровья создан центр для детей с ОВЗ по пяти нозологиям. Но предстоит еще больше реализовать в год наставника и педагога. А все потому, что необходимо повышение престижа профессии учителя и продолжение реализации программ капитального ремонта школ. В республике будет построено еще четыре школы. То есть всего в 2023 году будет осуществлено строительство пяти образовательных организаций. За всю историю такого не было, отметила Инна Владимировна. На следующий год, приоткрою занавес небольшой секрета, скажу, что планируется в республике проводить всероссийский этап конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы». Сейчас этот вопрос обсуждается, но есть такая инициатива со стороны руководства нашей республики, чтобы этот конкурс проходил в нашей республике. Так что не исключено, что в ближайшем будущем из 89 субъектов в нашу республику приедут педагоги с важной миссией. На протяжении пяти дней будут демонстрировать мастер-классы, свои лучшие знания и умения, делиться опытом, вследствие чего определится победитель на российском уровне и именно в нашем субъекте. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаево-Чекесия.